Транспортная сфера края в ближайшее время может измениться. Заказные маршруты, например, в Новосибирский аэропорт, которые больше трех раз в месяц отправляются в путь с одного и того же места, теперь обязаны иметь разрешение. Так депутаты выводят с рынка недобросовестных перевозчиков. Кроме того, они расширили реестр остановок автобусов дальнего следования. Внутри муниципальный транспорт колоссально сократился за последние годы. Это в том числе даст возможность и в промежуточных пунктах садиться и доезжать. За чей счет будут строить остановки и карманы к ним разработчики пока не ответили. Другой денежный вопрос – муниципальные бюджеты. Их предлагают отдать под контроль счетные палаты края, чтобы документы подавались в срок, а деньги тратились правильно. Не совсем дорожные фонды у нас эффективно используются, муниципальные. Есть вопросы по использованию топлива, и другие есть там вопросы по работе в сфере ЖКХ. В закон о предоставлении жилья детям-сиротам внесли очередные поправки. В случае смерти нанимателя числа детей, лиц оставшихся без попечения родителей, жилое помещение исключается из специализированного жилищного фонда и заключается договор социального найма с детьми, с супругом умершего. Фактически депутаты разрешили родственникам умершего сироты претендовать на проживание в его квартире. Пока же на Алтае в подобных случаях семьи остаются без права на дом. Депутаты законодательно закрепили за собой еще одно право. При приватизации госимущества законотворцев не просто оповестят, но и учтут их мнение. Изменения в план приватизации должны согласовываться с депутатами и свои замечания и предложения направляться. Вот эта традиция, которая сложилась, она в закон вошла. Кроме того, депутаты проголосовали о досрочном прекращении полномочий Александра Гукова, который скончался 8 марта. В мае будут объявлены выборы нового депутата КЗС от 2 округа, в который входят Табунский, Кулундинский, Ключевский и Михайловские районы. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости.